Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте подемонстрировать небольшой обзорный доклад, как бы в продолжение доклада предыдущего докладчика. Ультразвуковая навигация применяется при различных методах локального термического воздействия и описана в различной литературе. Однако по сравнению с другими методами такого воздействия она имеет такие преимущества, как если сравнивать с радиочастотной абляцией, то формирование ледяного шара способно более четко локализовать зону воздействия. Потому что при радиочастотной абляции, при УЗИ мы четко не можем характеризовать ту зону, которая подвергается аблации. Это та же самая проблема и с микроволновой абляцией. Что касается разукового и лазерного воздействия, это более поверхностные воздействия, а ультразвуковое следование еще требует большего окна. И стоит отметить, что в большинстве литературы данные методы описаны под навигацией КТ и МРТ, под УЗИ-контролем, только в более ранних публикациях они более-менее освещены. Какие же преимущества именно кривоабляции в сравнении с этими методами, я уже сказал. Помимо этого, именно с помощью кривоабляции, возможно, установки нескольких кривозондов способны воздействовать на большие объемы опухолевых масс. Что касается пункта относительной безопасности, то что касается кривоабляции опухоли мягких тканей, то в литературе описаны такие осложнения, как возможный миозид, связанный как с локальным, так и с системным воздействием. Предлагается решать эту проблему методом максимально возможного уменьшения ледяного шара, и в связи с этим проблема решается. Какие преимущества ультразвуковой навигации, Александр Анатольевич уже упомянул. Действительно, доступность ультразвукового аппарата гораздо выше, чем КТ или МРТ. Для визуализации можно использовать датчики, как конвексные, которые более глубокие, более большие структуры способны визуализировать, так и линейные датчики для более поверхностных структур, возможность динамического контроля без лучевой нагрузки. Довольно неплохо виден ледяной шар, особенно если поле позиционно посмотреть, то мы можем оценить практически все его грани. И можем контролировать продвижение кривозонда, тоже не боясь лучевой нагрузки, довольно точно его визуализируя. На примере видна опухоль мягких тканей, и видно, как инструмент продвигается. Опухоль довольно хорошо, можем локализовать его. Ледяной шар тоже неплохо виден на ультразвуковом исследовании. Здесь на слайде показан, характеризуется четким выпуклым контуром, дающим артефакт акустической тени. То есть мы видим наружные границы ледяного шара, но то, что внутри его происходит, к сожалению, мы не видим. И тут есть проблема визуализации внутреннего конца кривозонда. Однако можно попытаться, чтобы увидеть, включить доплевский режим, и вот этот эффект мерцания иногда можно увидеть по ходу этого кривозона, находящегося в зоне ледяного шара. И в заключении хотел бы сказать, что регуляция опухолей мягких тканей является относительно безопасной и эффективной методикой, о чем описано в литературе, и минимизация осложнений. Она осуществляется контролем длинного шара, который при ультразвуковой навигации довольно хорошо визуализируется. Спасибо за внимание. Большое спасибо за доклад. Есть ли вопросы? Если позвольте, у меня такое. Ведь самое главное при ультразвуковой навигации, то есть уже две проблемы, даже три. Первая – это навигация, вторая – это контроль за воздействием, и третья – это контроль за оттаевым последствиям вмешательства. То есть даже выявление и определение послеоперационных ближайших осложнений возможно. Во-первых, это гематомы и так далее. Это уже несколько параметров. И самое главное, чтобы датчик, поскольку он находится в изоляции, был не в зоне формирования айсбола ледяного шара, а где-то сбоку, чтобы это было и видно, и сам не приморозился, иначе проблемы еще с этой стороны. Во-первых, и прибор испортите, во-вторых, и будут еще и проблемы у больного с мягкими тканями и с кожей тоже. То есть вот здесь тоже нужно найти такую точку, чтобы было и видно, и не навредить ни прибору, ни больному. Это уже пять проблем, которые, в принципе, у вас прозвучали, только не были акцентированы. Большое спасибо. Спасибо. Ну, еще можно, потому что мы еще размер зоного шара, естественно, контролируем сам размер, то есть чтобы меньше осложнение количество будет, то есть температура и продолжительность воздействия и так далее. Не размер, вы контролируете вот образование, вот айсболл, да, ледяного шара. По большому счету, вам до фонаря, какой размер, лишь бы он перекрыл. Вы контролируете, чтобы весь патологический очаг попал в зону воздействия. А размер-то вам... Спасибо. Извините, есть ли еще какие-либо вопросы? У меня есть комментарии. Одна из проблем, которая может возникнуть при выполнении любой крехиерургии, особенно под контролем ультразвука, а часто вы лечите пациентов с поверхствами очагами в мягких тканях, это то, как вы мониторируете близость льда к коже, вы стараетесь избежать повреждения кожи. Это не вопрос, а скорее комментарии. Вы используете ультразвук и видите, как ледяной шар растет по направлению к шее, вы пугаетесь, по направлению к коже вы пугаетесь. В общем-то, вы стараетесь в способе избежать повреждения кожи, это поместить в какую-то емкость, например, наполненную теплой водой перчатку, теплую на кожу. Я хотел дать небольшую рекомендацию, как ультразвукорфисту при крехиерургии. Вода – это прекрасно, но иногда рука еще лучше. Я рекомендую, вместо того, чтобы использовать емкость с водой, положить руку на кожу и согреть ее рукой. Я кладу емкость с теплой водой 45 градусов сбоку и я нагреваю руку, а вторую руку я в это время перекладываю к коже, затем меняю руки. У меня получается два результата. Первое – это удается оставить кожу теплой и замороженные ткани доходят до кожи. Второй момент – пока вы держите руку на коже, вы чувствуете движение, вы сдвигаете ли кожа, вы можете понять, может ли еще сдвигаться кожа, достигнули заморожения дерма. Ультразвук – это прекрасно, КТ – это прекрасно, но есть момент, когда нужно просто положить руку на кожу. Это даст вам гораздо более точное определение того, как распространяется лед кожи. С точностью до миллиметров. Не бойтесь, нагревайте руку и используйте ее как грелку. Это лучше для того, чтобы они что-то делаете. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что теперь вместо всего вам только руку будем прикладывать, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот эта методика, о которой говорил сегодня профессор Франко Луняни, сохранение, предотвращение кожи, она тоже имеет свою хитрость в том, что когда мы прикладываем теплую руку или датчик, не нужно оказывать давление, нужно наоборот эту кожу приподнимать. И это очень важно. Когда датчик прижимает кожу к ледяному шару, это опасно, особенно если мы работаем с молочной железой. И там как раз рука тепленькая, на грудке очень хорошо ложится.